МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управление на научной основе сотрудничества в сфере подготовки кадров для ЯО обсудили руководители Дальневосточного института управления и представители властей области. Мы вместе в Биробиджане на площади имени Ленина прошел митинг-концерт в знак поддержки результатов референдумов, прошедших на Донбассе и освобожденных территориях. Площадку строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в Облучье посетил губернатор области Ростислав Гольдштейн в ходе рабочего визита в муниципальный район. Глава региона напомнил, что работы должны вестись строго в соответствии с утвержденным графиком, без срывов и сбоев. На данный момент подрядчик приступил к отсыпке земляного полотна. Комплекс включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, тренажеры, площадки для занятий баскетболом и волейболом, а также разборные трибуны на 100 мест. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография». Также этот проект включен в план развития центров социально-экономического роста. Факот и ранее введенный в эксплуатацию бассейн «Дальневосточник» образуют один из крупнейших спортивных комплексов в области и сделают доступнее массовый спорт для жителей и гостей Облучья. Андрей Кирюшин, Новости 21. 29 сентября состоялось заседание Городской думы 6-го созыва. Свои удостоверения об избрании получили победители дополнительных выборов по одномандатным избирательным округам номер 3, 10 и 13. Новыми членами представительного органа власти стали Евгения Бергалина, Елена Богаткина и Андрей Павлов. Скажем так, интересно вообще все, чтобы понимать. Для начала очень много людей уже, скажем так, познакомился, вместе какие-то проекты организовывали, праздники, мероприятия. Новоиспеченные депутаты планируют уделить особое внимание работе с населением и будут включены в состав комиссий, ответственных за решение социальных вопросов. Городскую думу пошла именно для того, чтобы работать с людьми, помогать людям. Люди зачастую где-то могут решить свои проблемы, но их нужно просто направить. Есть, конечно, такие проблемы, которые требуют личного участия депутата, его связям с различными отделами, структурами мэрии, других органов власти для того, чтобы помочь и решить человеку. Это самая главная задача, я считаю, депутата. В ходе заседания депутаты рассмотрели семь вопросов, в том числе об изменениях в бюджет муниципального образования, связанных с поступлением дополнительных средств и увеличением расходов. Здесь мы уточняли доведение субсидий на транспортную компанию в размере 1 миллиона рублей, поддержали наш моб-бани в размере 600 тысяч рублей, а также главное, наверное, изменение – это доведение федеральных средств на реконструкцию новых остановочных комплексов в размере 62 штук. В следующем году они уже начнут у нас, начнут реконструкцию, я думаю, что жители уже увидят это и будут пользоваться всеми благами. Другой важной темой стала передача имущества, предназначенного для оказания услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящегося в собственности города. Мы находим сети, которые были бесхозными, и продолжаем их инвентаризировать и передавать уже к субъекту. Этим решением мы передали порядка 100 сетей, общую протяженность 25 километров. После передачи данного имущества в собственности Еврейской автономной области у сетей появится владелец, который и будет заниматься их обслуживанием. Это, в свою очередь, позволит предотвратить аварии и повысить качество оказываемых населению услуг. Андрей Пархамей, Денис Листюхин, Новости 21. Серию встреч в ЕАО провели руководители Дальневосточного института управления в ходе рабочей поездки в регион. Визит представителей филиала Академии народного хозяйства и госуправления при президенте России состоялся по инициативе спикера парламента области Романа Бойко. Состоялась рабочая встреча с руководством Дальневосточного филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации обсуждались вопросы совместных взаимодействия между законодательным собранием и Академией, вопросы профессиональной ориентации наших студентов, которые обучаются в Академии, проведение различных олимпиад, юридической экспертизы нормативно-правых актов и законов, ряд других очень важных вопросов. В ходе поездки представители института провели встречу с органами местного управления, с сотрудниками ЗАГС-собрания по вопросам обучения населения, повышения грамотности в рамках федеральных программ. Ее итоги они обсудили со спикером регионального парламента. Российская Академия народного хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации и мы, как единственный институт этой Академии на Дальнем Востоке, реализуют несколько национальных проектов в рамках Российской Федерации и некоторые национальные проекты мы, как операторы, реализуем на Дальнем Востоке, на дальнейшем федеральном округе. Мы бы хотели, чтобы те федеральные программы, которые сегодня реализуются в Российской Федерации и в нашем регионе, были доступны жителям еврейской автономной области в том числе. Среди программ, которые предлагает Институт управления, программы занятости, обучение для руководителей социальной сферы, подготовка педагогов по направлению «Финансовая грамотность». Причем программы составлены с учетом разной стартовой подготовки обучающихся. Реализуя этот принцип непрерывности образования, наши программы, они ориентированы на самый широкий спектр по уровню подготовки людей. Есть определенный у нас набор направлений повышения квалификации, профессиональной переподготовки, которые сегодня в регионе наиболее востребованы. Представители Рангхиггс особо подчеркнули, что ЕАО – единственный субъект Российской Федерации, с кем заключено соглашение на самом высоком уровне. Подписи под документом поставили ректор Академии и губернатор ЕАО Ростислав Гольштейн. Действуют также соглашения со всеми муниципальными районами. Сегодня в Академии учатся 120 выпускников школ области. Хороший кадровый резерв для территории. Никита Натапов, Константин Земляникин, Богдан Патрин. Новости 21. В Биробиджане на площади имени Ленина прошел митинг-концерт «Мы вместе» в знак поддержки результатов референдумов, прошедших на Донбассе и освобожденных территориях. Участие в митинге приняли представители общественных объединений, политических партий, гражданские активисты, а также творческие коллективы Биробиджана. В репертуаре – патриотические песни о родине и народные танцы. Номера чередовались с выступлениями известных в ЕАО общественных деятелей. Митинг состоялся по инициативе регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Получается, всегда достаточно много людей приходит, отзываются на такие мероприятия, и как-то настроение улучшается. И, в общем-то, мы еще раз подчеркиваем своими вот этими движениями, что вместе мы силы, и мы всегда вместе будем. В этот день на площади Ленина собрались те, кто разделяет этот выбор, кто рад за людей, отстоявших свое право быть русскими. Голосование на освобожденных территориях шло пять дней и завершилось во вторник 27 сентября. Уже к вечеру субботы 25 сентября референдумы в ДНР, ЛНР и на подконтрольной России территории Запорожской области были признаны состоявшимися. В результате явки превышающие 50%. Люди, которых унижали, которых оскорбляли, которых запрещали говорить по-русски, возвращаются в Россию. Это чрезвычайно важно. Мы будем вместе с ними работать, жить и будем делать все, чтобы наша Великая Родина, Российская Федерация, процветала и развивалась, а наши дети были счастливыми и успешными. В результате референдумов жители всех четырех территорий Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей выступили за присоединение к Российской Федерации. Процедура включения новых регионов потребует поправок в Конституцию России, чтобы внести туда названия новых субъектов. Никита Натапов, Павел Славин, Новости 21. Смотрите далее. Полку юных защитников правопорядка прибыло. Более 200 учащихся профильных классов кадетов МВД приняли присягу в школе номер 8 Биробиджана. Цифровая подготовка старшего поколения. Накануне Дня поджилых людей специалисты пенсионного фонда провели встречу с активом Союза пенсионеров. Бабьины именины, тождественное богослужение в день веры, надежды и любови провел в храме этих мочениц и матери их Софии в селе Волгем архиепископ Биробиджанский Кульдурский Ефрем. Как вернуться в мир звуков о бесплатном обследовании пожилых людей с проблемами слуха говорили в эфире Авторадио Биробиджан. Торжественная церемония принятия присяги воспитанниками специализированных кадетских классов, созданных под патронатом МВД по ЕАО, состоялась в школе номер 8 областного центра. В этом году уже 7 профильных классов будут функционировать при поддержке стражей порядка. Поэтому более 200 учеников профильного курса присягнулись честью, мужеством и благородством носить имя кадета. В качестве почетных гостей на мероприятие присутствовали руководители регионального управления внутренних дел. Мы надеемся, что и работаем в направлении, что это действительно будут те учащиеся, которые в последующем поступят в наши учебные заведения и по окончанию станут участковыми, следователями, оперативно уполномоченные. То есть теми сотрудниками, которые будут заниматься охраной общественного порядка и безопасностью нашего государства. Александр Геннадьевич рассказал школьникам о службе в полиции, традициях, передаваемых из поколения в поколение и пожелал высоких достижений в учебе. Хочу пожелать, чтобы вы всегда понимали, где вы, с кем вы, чувствовали локоть друга, знали, что вы защитники не просто своей Родины, защитники своей семьи, своей земли. В ходе церемонии учащиеся получили погоны кадета класса полиции и личные книжки, в которых будут записываться достижения кадетов в учебе, спорте и общественной жизни. Еженедельно сотрудники органов внутренних дел приходят к нам в школу и проводятся местные мероприятия, направленные на правовое просвещение, на патриотическое воспитание, пропаганду законопослушного образа жизни. Ну и, конечно, наши детей готовят к поступлению в учреждения системы МВД. Помимо дополнительных занятий по предметам правового характера и общей физической подготовки, юным полицейским предстоит участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях регионального управления МВД России. Дети смогут подготовиться к тому, чтобы в будущем вступить в ряды полиции и посвятить свою жизнь защите прав и свобод граждан. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. В Биробиджане накануне Дня пожилых людей специалисты пенсионного фонда провели встречу с активом Союза пенсионеров. Специалисты объяснили, как правильно пользоваться порталом госуслуги и провели практическое занятие. Эта учеба у нас идет системная, она не первый раз проходит, поэтому люди уже умеют владеть компьютером. Важность подобных мероприятий трудно переоценить. Навыки использования современных гаджетов в повседневном режиме могут не только значительно упростить жизнь людей в годах, но и сделать ее безопаснее. Нередко знания, полученные на таких акциях, помогают пенсионерам не попасться на уловки телефонных мошенников. До старшего поколения доводится полезная и актуальная информация о действующих законах, касающихся выплат пенсии и пособий. В наше время, когда вот такие вот у нас карантины, пандемия и прочее, значит возникают грипп, и поэтому для того, чтобы не ходить где-то в организации, ни в транспорте, ни соприкасаться, ты можешь не выходя из дома, все это узнать. Мероприятие, приуроченное ко Дню Добра и Уважения, как иначе называют День пожилых людей, завершилось в теплой неформальной обстановке. После инструктажа по информационным технологиям главных героев праздника пригласили в зал, где уже были подготовлены развлекательная программа и большой стол с угощениями. Андрей Пархамей, Богдан Патрин, Новости 21. Праздник памяти четырех мучениц, веры, надежды, любви и их матери Софии, перенесших страдания во имя Христа, состоялся в последний день сентября. Почтили святых мучениц в одноименном храме села Волтгейм. Провел литургию и возглавил крестный ход архиепископ Биробиджанский и кульдурский Ефрем. Вместе с владыкой в молитвенном шествии приняли участие прихожане и служители храма. Торжество прославляет материнскую мудрость и женские добродетели, без чего не сможет существовать настоящее семейное благополучие и крепкие родственные узы. Начали утро этого дня ритуальным плачем, который является своеобразным оберегом от печали и горестей. Прихожане во время службы молились о счастье и здоровье своих близких и детей возле храмовой иконы мучениц с частицей мощей святой мученицы Софии. Сегодня каждому из нас нужна особенная молитва, но архиепископ подчеркнул, не надо замыкаться только на собственном начале, каждый должен приносить пользу, черпать силы в молитве. Обязательно присовокупить к молитве молитву о тех людях, которые сейчас находятся в горячей точке, под огнем, которых каждую минуту подстерегает смерть и которые нуждаются в нашей молитве, поскольку именно они обеспечивают сейчас нам здесь мирное и благоденственное существование. День веры, надежды и любви посвящен укреплению силы духа и мужества, которые не сможет сломить даже недостаток телесных сил. Сегодня этот праздник является своего рода поддержкой российских военных и народа. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова